Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем прямой эфир на телеканале Фрида. Информационный телемарафон для вас будут вести Наталья Собит и Денис Пахила. И начнем с оперативной информации. В Киеве и Кривом Роге сегодня день траура по погибшим вследствие российской атаки 8 июля. По данным на эту минуту, в Киеве погибло 27 человек. Среди них четверо детей. 117 человек ранены. В Кривом Роге, напомню, накануне Россия нанесла массированные ракетные удары. По Украине впервые за долгое время атаки произошли днем и носили волнообразный характер. Путинские войска обстреляли Киев, Кривой Рог, Днепро и Донецкую область. Известно, в общем, от 37 погибших и 170 пострадавших. И вскоре после ракетного удара России по детской больнице Ахмадед в Киеве Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег. Помощь собирают на сайте фонда Ахмадед. Также сбор на 100 миллионов гривен объявили Юнайт и 24 совместно с украинским банком Монобанк. Меньше чем за три часа необходимая сумма была собрана. Но я добавлю, что сбор все еще продолжается. К нему присоединились представители крупного бизнеса, предприниматели, волонтеры, неравнодушные украинцы, украинские телеканалы и другие средства массовой информации. Ныне деньги можно перечислить на фонда Ахмадеда и банку, в том числе вышеупомянутого частного банка в валюте. И криптовалюте сейчас на экранах наших зрителей, коллеги, если можем, давайте еще раз покажем эту информацию. Это счета, в которых возможно перевести деньги в мультивалюте. То есть есть определенный счет украинского государственного приводбанка для перевода в мультивалюте абсолютно разные, доллары, евро, все что угодно. И в том числе есть вот детали для переводов из-за границы, для помощи украинским детям после этой атаки террористической со стороны государства-террориста Российской Федерации. Генсек ООН Антонио Гутерриш осудил массированную ракетную атаку РФ по украинским городам. Об этом заявил представитель генерального секретаря Стефана Дюжарик. По его словам, шокирующими являются удары российскими ракетами по детской больнице Ахмадед в Киеве. В ООН подчеркнули, атаки на гражданские объекты запрещены международным гуманитарным правом. Генеральный секретарь ООН решительно осуждает ракетные обстрелы Российской Федерации жилых домов и гражданской инфраструктуры по всей Украине, в частности в городах Киев, Кривой Рог, Днепр и Покровск. Сообщается, что вследствие обстрела погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и еще более 150 получили ранения. Удары по гражданским лицам и гражданским объектам запрещены международным гуманитарным правом, и любые такие атаки неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь ООН выражает глубокие соболезнования семьям всех жертв и желает скорейшего выздоровления раненым. Стефан Дюжарик, представитель Генсека ООН. Для атаки российские террористы использовали 38 ракет разных типов. Об этом заявили в командовании воздушных сил вооруженных сил Украины. В частности, это были кинжалы, искандеры, калибры. Силы украинской ПВО сбили 30 ракет воздушного морского и наземного базирования. Украина не оставит без ответа удар по детской больнице Ахмадед в Киеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Зеленский также поблагодарил украинцев за опубликованный кадр, где конкретно видно, что это прямая ракетная атака на больницу. Мы должны работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Россию за террор и Путина за приказы наносить удары. На все, что с ними пытаются обсуждать по миру, Россия отвечает ударами по домам и больницам. Именно поэтому мы можем только принудить Россию к миру. Только вместе можем это сделать. Для этого нужна достаточная поддержка, достаточная решимость и действительно совместные действия. Российские атаки, вследствие которых погибли десятки украинских мирных жителей, являются ужасающим напоминанием о жестокости России. Об этом заявил президент США Джозеф Байден. По его словам, крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и не игнорировал российскую агрессию. На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия. И я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины. Джо Байден, президент США. Российские официальные лица и пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за обстрел детской больницы Ахмадет. Об этом пишет Институт изучения войны. По данным аналитиков, россияне делают ложные заявления о ракетах, которыми был нанесен удар, и состояние больницы. Все это противоречит существующим доказательствам. Кроме того, Украинский центр противодействия дезинформации также предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают информационные операции, чтобы отвести ответственность за атаку от России. Пропагандисты РФ сделали ложные заявления о том, что Украина использует медцентр для лечения раненых украинских солдат. Также сообщили, что Украина хранит боеприпасы в больнице, и что туда попали украинские ракеты противовоздушной обороны. Белый дом направит сильный набор сигналов Владимиру Путину. Об этом заявил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что российский диктатор не сможет переждать НАТО и США. Партнеры будут помогать Украине и дальше. Кирби также напомнил, что Россия усилила атаки на энергосистему Украины. Цель – лишить мирное население Украины света перед осенью и зимой. Кирби также анонсировал серьезные шаги по усилению украинской противовоздушной обороны на саммите НАТО. Запад должен снять любые ограничения на удары их оружием по территории Российской Федерации. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге в Вашингтоне. Кроме того, он добавил, что партнеры должны обеспечить бесперебойные поставки оружия и боеприпасов, а также обучение украинских пилотов. Стефанчук отметил, что Украина прежде всего хочет иметь гарантированное ей уставом ООН право на защиту и использовать его в полной мере. И последняя атака России на Украину должна стать уроком для тех, кто пытается склонять Украину к переговорам. Соединенные Штаты выделили Польше 2 миллиарда долларов на закупку оружия. Речь идет об истребителях F-35, зенитно-ракетных комплексах Patriot, танках Abrams, об этом сообщили в Госдепе США. Там заявили, Польша является лидером в НАТО и ныне тратит на оборону 4% ВВП. Это самый высокий показатель в целом в альянсе. Кроме того, в Польше дислоцируются тысячи военнослужащих, Соединенных Штатов и членов НАТО. Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО. Польша осуществляет масштабную программу военной модернизации, в том числе закупает американское оборонное оборудование, такое как самолеты F-35, ракетные системы Patriot и основные боевые танки Abrams. Кредитные средства будут способствовать дальнейшей военной модернизации Польши в широком диапазоне сил и средств, что внесет значительный вклад в укрепление обороны и сдерживание восточного фланга НАТО. Мэтью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США. Россия злоупотребляет правом вето в ООН и, парадоксально, председательствует в Совете Безопасности. Об этом заявил постпред Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица. Он предупредил, что Российская Федерация склонна совершать самые отвратительные преступления во время своего председательства. Кислица призвал членов Совбезы пересмотреть возможности России пользоваться правом вето в ООН после российского обстрела 8 июля. Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности Организации. Оно состоится сегодня. Сколько еще понадобится российских преступлений, чтобы решить вопрос о пребывании диктаторского режима в советской постоянной резиденции? Какие жестокости нужно совершить, чтобы вето-агрессора было игнорировано, а Совет Безопасности мог отреагировать на агрессию и военные преступления России? Сергей Кислица, постоянный представитель Украины в ООН, в соцсети ИКС. Материалы нашего телеканала вы всегда можете найти в нашем YouTube-канале, одноименном Freedom QR-код, который вы сейчас на ваших экранах. Сканируете этот код камерой своего смартфона, переходите в наш YouTube, подписывайтесь и оставайтесь в нашей компании. 1220 российских военных потеряла армия страны-агрессора за минувшие сутки. Как сообщает Генштаб ВСО, общая цифра потерь захватчиков уже превысила 553 тысячи. Также украинские защитники за сутки уничтожили 7 танков, 19 бронемашин, 49 арт-систем. Кроме этого, силы обороны сбили 29 БПЛА и 36 ракет, а также поразили 75 единиц специальной автомобильной техники и цистерн. 108 боевых столкновений произошло на фронте в понедельник, 8 июля. Российские оккупанты нанесли по территории Украины 3 ракетных 50 авиаударов, использовали почти полтысячи дронов «Камикадзе». Свыше трех тысяч раз обстреляли позиции украинских войск и мирные украинские населенные пункты. Безуспешно российские оккупанты вели штурмы на Харьковском, Лиманском, Приднепровском направлениях. Бои также шли на Купинском, Северском и Краматорском. На Покровском и на Торецком направлениях ситуация ныне напряженная, говорят в украинском генштабе. Противник, то есть российские оккупанты, активизировались и на Ореховском направлении. Как сообщают в генштабе вооруженных сил Украины, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.